Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поскольку я уже много где слышал про русские танки, типа спасите нас, да? Но я, понимаете, издалека тоже начинаю. Конечно, но это же знаменитая история, я в Литве, я, может быть, не знаю. Брошенные американцы, украинские солдаты, когда к ним подошли талибы, подняли российский флаг. Да, да, да. Альфа-Русский, альфа-Русский. На что-то они сказали, а, русский, тогда мы вас трогать не будем. По соседству находящиеся грузинские солдаты тоже подняли российский флаг, но украинцы сказали талибам, нет, это не русский. Это не русский. Это туманил. Так вы не поверите. Я в Швеции, но с детьми ездил очень часто. Там же мировой футбол, это чемпионаты детей происходят. Мы каждый день там и с русскими, там везде бывали. И ночью, когда гуляли, там эти чернопопые. И сыну говорю, смотри, мы троем идет их туча. Начинаем говорить по-русски. Ни одного сразу нет. Так же сейчас были в Италии, вот в Венеции. Вы не представьте, Венеция пустая. Вообще. И говорю сейчас жене, иду, говорю, давайте говорить по-русски. Мы только, они там с этими масками. Это было 1 июля. Только все начали открываться. С масками. Бросили маски русские родные. Вот только придите к нам за столик. Вот говорю, вам русский язык. И танки не забудьте захватить. Это тоже можно включить потом запись. Хорошо. Вашу запись я могу включить. Вашу или нет. Там я ставлю вашей российской записи. Хорошо. Спасибо вам. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте.